следующую помаду которая нанесу это помада rosewood розовое дерево потом я нанесу с карандашом розовый а потом уже и нанесу с карандашом ягодный при таком нанесении когда темный карандаш получают достаточно объемные губы единственная моя рекомендация когда вы нанесли карандаш по контуру и закрасили уголочки губ после этого помаду рекомендую накладывать кистью или если кисти нету то от центра губы и к периферии от центра и к уголочкам чтобы у вас не было размазывания вот этого амбре чтобы все-таки был мягкий переход то есть от еще раз центра к уголочку от центра к уголочку и снизу то же самое если вы хотите растянуть темный цвет немножко глубже к середине то тогда наносите от уголочка к центру и здесь от уголочка к центру помаду то чтобы это одинаково было чтобы не туда-сюда на вот и и сделали однородный цвет и так с помадой розовое дерево я нанесла сначала просто помаду потом помаду с карандашом розовый и потом карандаш использовала для вот такого стиля амбре ягодный я думаю что для этой помады также можете проэкспериментировать с нейтральным карандашом она станет более тогда нейтрального оттеночка и я думаю что эта помада вообще любому цветотипу на любой случай на любое в любое время года будет просто идеально и красиво и